Сегодня в «Тайга взгляд» три темы. Это начало суда над преподавателем математики Имамом Ильхом Миражовым, инициатива переименования Волгограда обратно в Сталинград и реакция на прошлонедельную программу «Тайга взгляд» с Ильей Пономаревым и освещение федеральных СМИ региональных тем. На этой неделе я брал интервью у Ильхома Миражова. Это в каком-то смысле мой однокурсник, то есть он тоже выпускник НГУ. Мы в одно время учились, он на математическом факультете, я на физическом. Мы, правда, не были знакомы до этого, но я имею в виду, что это современный человек с одним из лучших образований в Новосибирске. Кроме того, что он математик, он получил религиозное образование и стал имамом, то есть действующим священником, причем в традиционном исламе, то есть он входит. То есть ни ваххабит, ни салафит, там не все. В его изложении, по крайней мере, вся эта история с его привлечением к суду выглядит таким худшим произведением Кавки. Ну ты скажи, в чем его обвиняют, коротко. Его обвиняют в попытке создать экстремистскую организацию или даже создание экстремистской организации. Точнее, ее филиала. Но при этом, то есть он утверждает, что он не то, что там не создавал экстремистскую организацию, он даже не знает об ее существовании, точнее даже так, он имеет веские основания предполагать, что такой организации вообще в принципе не существует и никогда не существовало. Филиал, который он должен был основать. Да, филиал, который он должен основать. То есть считается, что идеологом этой организации является некий теолог исламский, турецкий, который умер в 1960 году. Но он оставил свое философское наследие, книги, которые многие люди читают. По каким-то причинам, не очень понятным, я потом в Википедии почитал, стало более-менее понятно, по каким, по некоторым основаниям эти книги были признаны экстремистскими в России. При этом люди очень противоречивого мнения, от них есть, например, мнение Лукина, нашего омбудсмена, который, у него 15 туристов изучали эти книги и не смогли там ничего экстремистского найти. А турецкое правительство, которое очень тщательно борется с экстремизмом, не имеет никаких претензий к этому Нурси. Мало того, на запрос российского правосудия к ним, а вот есть ли у вас такая организация, мне сказали, у нас такой организации нет. С другой точки зрения, посмотрим на обычного борца с экстремизмом, то есть Центрая, который вчера занимался борьбой с бандитами, с правомайскими, с ленинским, не знаю с кем. Сегодня его поставили на экстремизм и поставили, скажем, на ислам. Как понять, где ваххабиты, где суниты, где шииты, где салафиты? Все. Есть простая методика. Берешь решение Верховного суда о признании книг запрещенными. Там этот список, он постоянно расширяется. Причем, как он расширяется, мы видели недавно на примере книги Петрова, запрещенной в Новосибирь, ну, в Зальцовском суде. Берут, никому не говорят, на суде выносят решение, книга запрещена, носят ее в реестр, через месяц люди узнают, потому что к ним приходят... Что они экстремисты. Что они экстремисты. К ним приходят и говорят, а вы книжку продали, она экстремистка, добро пожаловать в кутузку. Но распространение книг это административное наказание, штраф или что, ну, в общем, не уголовное. А вот создание экстремистской организации, это уже, так сказать, преступление более высокой степени тяжести. Поэтому, конечно, если люди собираются, читают эту книгу вместе, а эта книга считает, что она идеолога некой организации, которая тоже признан экстремистской. Причем, когда ее признавали экстремистской, вот когда другую Россию признавали экстремисткой, там ходили другую Россию, не другую Россию, МДП, национал-большинскую парк, на сбу в ходили люди в Верховный суд, пытались оспаривать, Лимонов пытался оспаривать. Ну, то есть, понятно, вот Лимонов есть, вот его организацию, люди. С hearts expertise? Есть организация какая-то, есть люди, которые вот реально, а там никого не было. пришел генпрокуратова сказал есть некая организация это очень удобно кстати количество раскрытых уголовного дел резко вырастет если придумать еще несколько организаций очень просто да ты приду придумаешь организацию связываешь ее с книгой определенной и все дальше очень просто тебя просто задача найти эту книгу суши реальный кавка человека который читал 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 где один вместе с организацией вперед слушала очень большие перспективы по азбуке например то есть можно вообще не ну там он кстати рассказал что у него компетентные органы до этого консультировались по исламу сам для себя придумал в общем человек не газа ну вот в частности один раз у него спросили а вот нас тут спрашивают вот эти завет говорят экстремист к литературу он говорит что я мусульманин буду поэтах мусульман завета давать хотя ветки заметок конечно как так сказать человек крещеные могу сказать что там такие содержатся положения по которым сразу 200 пара и что угодно так давай антисемитизм не развиваем не но ветхий завет он же как священная книга для всех в новом завете кстати тоже если подойти к нему скрупулезно там разжигание легче богатой что в понедельник за нами придут а легче верблюду пролезть в угольное ушко чем богатому попасть в рай это разве не разжигание социальной розни сжиганием или реторические вопросы разы не развивания ну ладно хорошо реторический вопрос не на мере ну что это просто доходит до абсурда когда и такие механические методы они тоже доходят до абсурда то есть взяли список то есть книги как как понять экстремистка она не экстремистка если ты не читала прочитать тебе не можешь вот так такая ковкианская история происходит сейчас в Новосибирске. Причем, судя по всему, что-то подобное происходит с антифа, по-моему, где-то в Нижнем Новгороде. Их тоже обвиняют в создании организации, про которую они говорят, что такое вообще не существует. То есть это такая практика становится ползучая, она расширяется. Но это действительно очень удобно для исследователей, которые этим занимаются, то вместо того, чтобы мучиться ловить реальное подполье какое-то, ты просто ищешь людей, которые собрались вместе и читают книгу, которая вдруг попала в этот самый список. И еще я вспоминаю эти истории про 1937 год, когда там людей ловили, а вы там китайские шпионы, такие шпионы, участники такой-то организации подпольной, транспортинской, еще какой-то. Японская разведка. Да, и там тоже, я думаю, что механизм был точно тот же. Почему, как правило, сразу нескольких, польской, японской, английской, азербайджанского правительства знаний. Механизм, наверное, был точно тот же, просто, ну тогда все было в формате хард, а сейчас в формате софт, к счастью. Активно и на полном серьезе обсуждается вопрос переименования Волгограда в Сталинград, возвращение исторического названия городу Царицыно бывшему. Непонятная реакция верховной власти, а в самом Волгограде уже сказали, что на несколько дней в году он будет называться Сталинград. Говорят, что 5 лет традиция уже, так сказать, практикуется. В Новосибирске происходил сбор подписей за переименование Волгограда в Сталинград. Ну и вот такие у нас веяния времени. Что они значат? Означает ли это реабилитация имени Сталина? А если не означает, то что это? Ну, причем у нас это не ограничивалось сбором подписей только за переименование. А еще предлагали активистам назвать вот этот сквер или один из новых скверов именем Сталина или сквер, который на пересечении Оржи Никитзе и Советской и так далее. С одной стороны, пока это все не воспринято на высшем уровне, можно сказать, что это там детские забавы и не обращать на это внимания. С другой стороны, понятно, что это для значительной части страны, это тревожный знак. И, на самом деле, вся глубина проблемы в том, что страна, в отличие от большинства восточноевропейских стран или среднеевропейских стран, центральноевропейских стран, не подвела итоги своей истории, не подвела черту под тем периодом и не дала оценки, которая объединила сообщество, как, например, в Германии по отношению к гитлеризму или в странах Восточной Европы по отношению к коммунистическому строю. У нас страна до сих пор расколота на двое и непонятно, как именно их консолидировать. И, скорее всего, это решение только еще больше решить проблему. Да, ну вот сейчас просто наступил такой момент, когда центральная власть, Путин, Кремль, условно говоря, приняли решение, что меньшинство не важно. То есть они все равно против нас, надо крепить тех, кто большинство, кто за нас. И вот они постоянно изыскивают эти вопросы, то большинство, которое за нас, она вот за. И желательно, чтобы эти вопросы не касались коррупции, не касались... Конечно. И вообще ничего важного. Не касались ничего важного. А чего-нибудь такого символического? Педофилия, гомосексуализм, зимнее время – очень важный вопрос, который обсуждает сейчас реально все правительство, судя по тому, что нам показывают на Первом канале. И это к этому уже относится. То есть главное, ничего важного. И заметь, как это делается. Механизм, опробованный уже годами, вбрасывается сначала информация какими-нибудь общественными организациями, типа не Народный собор, а какая-то другая организация общероссийская принесла это предложение. Профессорист-граждан. Профессорист-граждан, может быть, суть времени поддержала. А власть ни при чем, она просто прислушивается к ней и жителей. Да, смотрит на резонанс, на сколько кто будет вырещать, как вырещать и так далее. Понятно. Насчет неподведения итогов – это да. Другое дело, что для России это, конечно, гораздо более тяжелый вопрос, чем для Восточной Европы. Потому что в Восточной Европе все просто. Пришли русские, насадили свой коммунизм, теперь они ушли или мы их прогнаем. Ну, в зависимости от интерпретации, конечно, мы все это чуждо. Это с их Сталином свадьба. А России-то куда деваться от Сталина? То есть Сталин – это наша фа. В Германии хватило сил вместе с оккупационными войсками, когда они пришли. Сейчас нет оккупационных войск. Я просто хочу одну маленькую иллюстрацию привести. Недавно, на прошлой неделе, отмечался День памяти Холокоста. И в Новосибирске – их нельзя назвать торжественными, скорее травмные мероприятия – организовывали сразу две страны. Точнее, представительство двух стран – Германии и Израиля. Но это не суть важна. Важно в том, что консул Найтхарт Хеффер Виссинг, консул Германии в Новосибирске, вышел на сцену перед залом полным людей, русских людей, ну или не очень русских людей, но граждан России в любом случае. И он сказал очень мало. Он не говорил о том, как наши чиновники, значит, о торжественности момента. Он сказал просто одну простую вещь. Мне очень стыдно за то, что сделали некоторые представители моей страны в свое время. «Простите, если сможете, мы все несем за это ответственность». И ушел. Никакого пафоса, никакой патетики, чтобы представить российского чиновника, который стоит на сцене и, пусть не по этому вопросу, а по-любому, говорит «Мне стыдно, простите меня». Я не смог себе представить. Не только чиновника, любого политика, кого угодно. Солженицын еще писал об этом. Вопрос пока и нет. В смутное время закончилось не только с тем, что Минин пришел, собрал ополчение, что они все бросили ради веры и отечества, так сказать, совершили свой подвиг. А с тем, что люди, пройдя бездну падения, унижения и так далее, сказали «Какой кошмар, что же мы делаем, все так дальше нельзя жить, мы должны жить по-другому». И царь говорил «Я буду царствовать, если вы мне будете помогать, если вы не будете помогать, я не пойду на престол». Люди прошли очень серьезный душевный излом. А ничего близкого нет. Все хотят величия, все хотят уважения за былые заслуги. Мы всегда были правы, мы всегда несли мир, добро и свет. Хотя в чем это добро, которое мы несли? За что нам должны быть благодарны те же поляки, например? Да, сложно понять. Возвращаясь к переименованию, на твой взгляд, что называется понятие рукопожатности или, говоря более нормальными, обыденными терминами интеллигентности, то есть должен ли каждый считающий себя человек интеллигентным попытаться, как у нас Александр Рудницкий выступал, возмутиться, как-то противодействовать этому, писать об этом? Или это, наоборот, привлечет только больше внимания к проблеме? Что нужно делать человеку, который считает себя приличным, интеллигентным, антисталинистом, антитоталитаристом? Это сложный вопрос. Реально сложный вопрос. Для каждого нет рецепта. Надо понимать, что существенная часть сталинистов, не все далеко, может быть даже не больше, но существенная, это неплохие люди. И тоже, кстати, часто интеллигентные. Интеллигентные. Одни считают, что Сталин не совершал тех преступлений, которые ему приписывают. Да, это известная штука, его обманывали. Подлый либерал. На самом деле, Сталин не стрелял лично людей по темницам. Безусловно. И не морил голодом, так сказать, украинских крестьян. Украинских крестьян морили голодом украинские же товарищи коммунисты. Понятно. И план по репрессиям в Сибири Роберт Эйхи требовал повысить от центрального руководства. С мест писали, просим разрешить нам расстрелять на пять тысяч людей больше, чем по плану, так сказать. Сталин, он эту систему возглавлял. Конечно, у него не было там излишнего гуманизма. То есть надо повысить, так повысить. То есть очень механистический подход. И люди шли в расход совершенно спокойно. Но речь не об этом. Речь о том, что одни не верят в масштаб репрессий, другие считают, да, оно было и хорошее. Вот мы за хорошего любим, а это издержки. Окей. Ну, то есть что делать-то в итоге? Ну, сейчас я не знаю, честно говоря. Не знаю, что делать. Не знаю. То есть по-хорошему, то есть, конечно, надо рассказывать, объяснять, вытаскивать примеры конкретных историй. То есть людей. Ну, потому что люди не верят. Прошло же, на самом деле, уже 80 лет с тех пор. Людей, живших в то время практически не осталось. Ну, которые, по-моему, вообще не осталось. То есть речь идет об историческом периоде. Это как в годы революции обсуждать там вопросы Николая I. Да, но нет. Ну смотри, мы же понимаем о символическом шаге этого возможного переименования. То есть, значит, что это историческая эпоха, и этот исторический персонаж означает для власти или для тех, кто примет решение переименования, о том, что это такое прошлое, о котором стоит гордиться и увековечивать его. Правильно? А почему мы берем именно этот кусок истории тогда? То есть, если мы обсуждаем о том, что можно... Кстати, к вопросу о пересмотре истории. Это же пересмотр истории. Ведь назывался город Волгоград. Его уже переименовали не просто так. Традиционно назывался вообще. Я говорю, давайте тогда возьмем заобразец времена Екатерины II, который вообще этот город, например, обязан своим рождением. Или в Новосибирске. Давайте вернем улицу Гондати. Почему именно Сталинград? Не, ну можно дальше пойти. Город носил имя верховного правителя. Давайте продолжим традицию. Путинград. Когда мы все едем. Нет, ну у нас много просто тогда. Ворошиловград давайте вернем, Куйбышев вернем вместо Самары. То есть, где... Я пытаюсь понять, где та граница... Сталинск, кстати. В Кемеровской области. Да. Где та граница? Где эти принципы, по которым... Где остановка будет? Нет, понятно из-за чего все это. Людям... Люди... Как сказать... Очень сильно... Ну... Им не хватает величия, побед, как бы признания... В которых нет. Уважения и так далее. Вот Сталинград как символ уважения. Вот мы там победили, сломали хребет фашизмы. Вот это наша победа, это наше все. Это вообще Великая Отечественная война. Чем дальше от нее, тем с большей победностью она празднуется. Потому что больше с тех пор, собственно говоря, Я, ну то есть, за исключением Гагарина, собственно, гордиться очень мало чем. Особенно последние 20-30 лет. И поэтому понятно, что вот эту... Эту жажду... Триумф или еще что-то... Власть упорно эксплуатирует и народу кидает. Народу хочется. Поэтому... Ну, непонятно, как к этому относиться. То есть, нельзя говорить, что победы были напрасны, или что они были давно, давайте о них забудем. Ну, с другой стороны, конечно, там, забывать про заряд отряда, мясорубку. Вот это вот, ну, совершенно бесчеловечное использование. Даже в самой войне, там, людей же просто там гнали на пулеметы. То есть, не было мысли о том, что надо людей как-то беречь. Что, там, надо пытаться воевать по-другому. То есть, воевали там... Или ты, кстати, умираешь от немецкой пули, или ты бежишь назад и умираешь от нашей пули. Вот у тебя весь выбор. Все, вперед. И в заключение мы сделаем необычный для себя ход, а именно вернемся к обсуждению программы, которая была записана неделю назад, когда гостем у нас был депутат Госдумы Илья Пономарев. Она вызвала не только читательский и зрительский ажиотаж, но и большое количество отыков, самых разнообразных в интернете, и даже, ну, некоторое продолжение противостояния, там, в рядах оппозиции. В частности, конечно, больше всего цитировал сразу Ильи о том, что Навальный и Адагамов должны перестановить членство в Конституционном Совете. А также, ну, так как выход нашей программы совпал с замужеством Ксении Анатольевны Собчак, то и цитировали оценки Собчака. А также призыв создать союз христианских белых наций Севера. Ну, вот первый раз, пожалуй, Тайга Взгляд стала генератором федеральной новости. Я считаю, что это то, что стоит оценить и запомнить. Это случилось, конечно, из-за того, что с нами поучаствовал в беседе федеральный политик Илья Пономарев, который довольно удачно для нас высказал ряд провокационных тезисов, которые были подхвачены и озвучены далее. Ну, кстати, тоже очень заметно, что федеральные новости, федеральная оппозицию интересует то, что про них, а не то, что про нас. То есть мы можем сколько угодно обсуждать новосибирские проблемы, сколько угодно обсуждать, так сказать, политическую ситуацию в Новосибирске, в регионах. Мы не получим 1,1 от того внимания, которое приводит фразы, брошенные по Наваревам, про Собчак или про Навального. Безусловно. И характерно, что любая тема, связанная с Пусси Райд, Конституционным Советом Оппозиции, Навальным или Никитой Белых и СПС, и опять же в связи с Навальным, мгновенно и любой чих на эту тему вызывает огромный интерес в федеральных СМИ, особенно тех, кого принято относить к либеральным или окололиберальным, начиная от газеты РУ и ленты РУ и заканчивая «Слоном дождем», «Снобом» и других. А любая попытка перевести разговор в русло тех проблем, которые в региональной повестке, начиная от проблем ЖКХ, социальных проблем и заканчивая случаями вопиющей несправедливости и отношением к людям, как к бесправному скоту, и случаи цеховой и корпоративной солидарности органов власти, вот эта тематика, ее приходится проталкивать. За редким исключением, пожалуй, у нас только Артем Лоскутов пробил дорогу в федеральные СМИ достаточно успешно. И все, что происходит с ним, освещается, пожалуй, редкое исключение. Все остальное с той же ининой Жестаковой, например, не очень много внимания федеральные СМИ выделяют. Нельзя сказать, что Артем Лоскутов продвигает региональные проблемы. Ну, согласен, да. То есть это в лучшем случае культурные проблемы, современная культура, искусство и несовременная. Понятно, что это не региональная повестка может быть, но это тоже нарушение прав человека и борьба человека против системы. Я не хочу принижать. Артем Лоскутов, имею в виду, что это некая специфическая тема, которая ложится в русло федеральной политики, федеральных либеральных СМИ, грубо говоря, назовем их так. Это большая беда вообще нашего общества, потому что вроде бы даже интернет. Можно там смотреть любое видео из любой точки и так далее. Но о чем мы говорим, если взять новосибирцев среднего с улицы, спросить, кого из новосибирцев ты знаешь? Он назовет три фамилии. О чем говорить? Зато он знает всех. Всю эстраду московскую он знает, половину госдумы он знает из москвичей. Из известных людей, известных людей, которых он знает. Там из ста человек будет один или два из того региона, в котором он живет. А остальные все это... Да, я не говорю уже о соседних регионах, потому что средний новосибирец, если его жизнь не связана с перемещением и эмиграцией, скорее всего, он не знает, что происходит в Томске, в Варнауле. Поэтому мы работаем в очень узком сегменте людей, которых интересует жизнь своего города, плюс тех, которые хотят его сравнивать с другими городами, но не с Москвой. Потому что типично сравним с Москвой и с Лондоном, и с Нью-Йорком. Так все. Еще можно стоить в деревне, откуда он приехал. Остальные варианты, то есть что происходит в Томске, Омске, Барнауле, жителей Новосибирска, естественно, не очень интересует. К сожалению. И нет идентичности в Сибирске. Кстати, есть другая тенденция. Есть вот этот федеральный пузырь надувшийся, а есть очень локальные СМИ в каких-нибудь городках, где 50-100 тысяч человек. Там очень широкая информационная насыщенность. Там, где люди друг друга знают, и газеты, и СМИ пишут, грубо говоря, про соседей. Что вот у него там на улице такое-то, там, телка умерла. Ну, в смысле, корова упала и лежала у забора два часа, и никто не подошел, ее не вывез. Эту новость прочитается о улице, даже о соседней улице. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует...